Сетевой маркетинг Я работаю. Я действую. Я сейчас вам скажу. Но запомните, это не только работа, вы должны быть продуктивным. Не просто активным, продуктивным. Я покажу вам, что я делал, чтобы иметь то, что я имею. Я сейчас запишу. Это было мое расписание, когда я только начал. Окей? Мой первый день. Это потому, что я делал с первого дня. Не потому, что я делал это последние два года. Я показал прям... О, сейчас все хотят записать. Видите, я уже сказал самое... Но вы не записывали, когда я говорил по поводу дружбы. Это было более важно, чем то, что я буду записывать сейчас. Но смотрите, то, что касается навыков, мы хотим записать. Но все, что связано с вдохновением, которое действительно имеет значение, мы не записываем. Не переживайте, мои группы делают то же самое. Это не только вы. Итак, первый день. Вот что я сделал, дамы и господа. Работа. Я знал, помните, я говорил вам, я должен верить намного больше, намного быстрее. Я для себя установил только две цели по доходу или три цели по доходу с момента, как я пришел в органа... Опс, с момента, как я пришел в мою компанию. Простите, что я говорю о своей компании. В любом случае, установил три цели по доходу с момента, как я начал. Моя первая цель была первая неделя. Моей целью в первую неделю было сделать 70 тысяч долларов за первую неделю. Да, 70 тысяч за первую неделю. Это была моя цель по доходу. Я упустил ее, не сделал этого. Я сделал 25 830. Но это не важно. Это была моя цель. Моя вторая цель. Проходит 18 месяцев и сделать 250 тысяч долларов за месяц. И тоже не получилось. Было 249 тысяч. Почему? Ваш бизнес должен быть предсказуемым. Это бизнес. Я знаю свой бизнес. Вы должны знать свою компанию, свой бизнес. Я знаю свой бизнес. И он так же предсказуем, как специалисты знают, какие продажи нефти они сделают в 2015 году, который еще не наступил. Но если вы спросите любого из руководителей, они могут вам сказать с небольшой долей погрешности, какие результаты будут. Потому что есть определенные вещи, которые приводят к определенному эффекту в бизнесе. И вы должны определить их для своей компании. Но он предсказуем. Вы не можете так, ну, я просто повешу модель бизнеса и свою цель на стену, и когда-нибудь она произойдет. Это так не работает. Эрик, я говорю про систему 90 дней. Это предсказуемо. Где ты будешь за 90 дней? Вот что я сделал. День первый. Я позвонил группе. Там 32 человека. Вот что я сказал им. На самом деле спонсировал 32 человека. 16 из них были на моем звонке. Вот что я сказал им. Я сказал, слушай, моя нынешняя компания. Я запускаю завтра. Те из вас, кто хочет знать, что я делаю, будьте на моем конференц-звонке завтра. Они были на моем конференц-звонке в 10 утра. В 10 утра у меня было 16 человек на звонке. Я объяснил им. Я сказал, слушайте, больше никогда не спрашивайте меня о нашей предыдущей компании. У вас есть 24 часа, чтобы спросить меня о той компании, и больше этого слова не будет в моем словаре. Я никогда не говорил ничего хорошего или плохого о той компании. Я никогда не уходил из компании и плохо говорил о них. Никогда. Не важно, что бы там ни было. Итак, что у нас случилось? Я сказал, ребята, слушайте, первый конференц-звонок. Первый звонок. Перевернуть. Вот так. Так лучше. Окей, поехали. Я сказал, сделаю первый конференц-звонок. Конференц-звонок будет в 12 часов. Вот, в 10 часов, что я сделал. Вам не нужно прямо копировать это. Это так я сделал. Не записывайте этого, это не так важно. Какой бы ни был метод подачи информации у вас, вот что нужно делать вам. Вместе с вашим оффлайном. Возьмите ментальность в голову, а не это. Ментальность. Итак, в 12 часов дня, вот что я сделал. Я сказал, смотрите, 16 человек. Я сказал, я советую вам иметь по 10 человек на конференц-звонок. Они сказали, окей, в 12 часов, в следующий вторник. Я сказал, нет, 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 нет. Сегодня. Сегодня? 10 человек? Так у нас все есть всего полтора часа. Я сказал, именно. Вы, ребята, уже в бизнесе, мне нужно идти и делать телефонные звонки, так что до свидания. Кто из вас говорит с приглашенными о встрече или звонке, ну, нужно дать им 36 часов, чтобы найти сиделку. Вы не построите что-то большое. Нет, если вы хотите запустить что-то. Запомните, профессионалы запускают бизнес, аматоры присоединяются к бизнесу. Я не присоединяюсь к чему-либо. Я основатель. Я запускаю. Окей? Когда вы посмотрите, например, Microsoft, они запустили Xbox или они просто анонсировали? Они запустили его. Sony. Они запустили этот новый PS, как он там называется, сколько миллионов предпродаж было. Они запустили его. Я бизнесмен. Вы человек бизнеса. Вам стоит запускать это. Вот что случилось. 125 человек появилось на этом конференц-звонке. Не хлопайте, не хлопайте. Это не номер, это ментальность. Моя группа до того, как меня увидела, давала людям по 24-36 часов, чтобы приготовиться к дурацкому конференц-звонку. Ты сидишь дома. Тебе не нужно три дня. Если вы нашли золотую жилу, и вам нужна помощь, нескольких друзей, и после этого вы сможете позволить себе все, что вы хотите. Вы же скажете, ой, я не могу позвонить Лерою, потому что ему нужно три дня. Лерой, слушай, я нашел золотую жилу, тебе нужно... Лерой такой, где она сейчас? Я сейчас одеваю пижаму и выбегаю. Если вы делаете достаточно важным. Некоторые из вас не делают это достаточно важным. Мой следующий звонок был в два часа. В два часа у нас было 225 человек на конференц-звонке. И потому что я сказал им то же самое. Я рисовал мечту, я даже не мог объяснить маркетинг-план. И никто не знал никаких деталей. Но что я сказал этим 225 людям? Я сказал, слушайте, вы вторая группа, которая слушает об этом. Я работаю над кое-чем, что называется проект 5000. За 90 дней я создам организацию в 5000 человек. И никто еще не подписан. И никто из вас на этом звонке еще не может подписаться. Но мы сделаем еще один звонок. Они говорят, когда он будет в два часа. То есть в четыре часа. В четыре часа я делаю еще один конференц-звонок. Угадайте, что мы имеем. 435 человек на конференц-звонке. Вот что значит активно, не так ли? Это была половина моего дня. В шесть часов. Больше никаких конференц-звонков. Я сделал свою первую домашнюю встречу. У меня дома. Я никогда не забуду. На мне была белая мятая рубашка. Не было времени нормально одеться. Я потерял 18 фунтов. Я думал, ты из-за нашего продукта. Это был мой результат по продукту. На самом деле, это было потому, что я забывал есть, когда запускал проект. Я был настолько воодушевлен и взволнован. Вот что происходило. Шесть часов пришло. И вот что у меня было. 25 человек пришли ко мне домой. Я сказал, заходите. Я рассказал им о проекте 5000. И я сидел там, говорил обо всем этом. Взахлеб. Плевался обо всем этом. Белая доска. Никаких презентаций PowerPoint. Не было презентаций. Шесть месяцев. Не было никаких презентаций. Я рисовал на доске. Говорил им, какое мое видение, что мы собираемся сделать. И о том, что это будет самый большой проект в нашей жизни. И что, если вы хотите начать, вы можете. И вот что случилось в 7.45. Вы знаете, что случилось в 7.45? Вернее, в 7.30. Раздался дверной звонок. И это была моя вторая группа людей, приглашенных. 35 человек пришли ко мне домой. И вы знаете, что я сказал этим людям? Я сказал им первым 25. Слушайте, ребят, мне нужно на этом закончить. У нас другая группа людей, которая пришла. Если вы хотите начать, вы можете, ну, пройдите сюда, в столовую. Там моя жена, она даст вам бланки для заполнения и все такое. Вы можете подписаться. Но у нас тут другая группа людей, которая уже пришла. Я не могу опаздывать с ними. И, кстати, те из вас, кто зарегистрируется сейчас, это группа, которая за вами. Они, возможно, будут уже в вашей организации, если вы зарегистрируетесь сейчас. Итак, это в 7.30. Угадайте, что произошло в 9 часов, дамы и господа. В 9 часов вот что было. Ко мне пришло еще 40 человек домой. И я работал. 10 часов. Я сделал последнюю встречу за этот день, и мне кажется, около 50 человек пришло ко мне домой, и я делал то же самое. Я потерял свой голос. Я сделал это в первый же день. Знаете, мои лидеры смотрели на меня, как... Этот чувак с ума сошел. Я никогда не видел его таким, как сейчас. Вы знаете, почему они никогда меня таким не видели? Потому что я никогда не делал все, что я могу. Я никогда не урабатывался так. Я никогда не урабатывался полностью в ноль. Это не из-за моего продукта. Это не из-за моего маркетинг-плана. Это потому, что я сделал в первый день. Я делал это на протяжении двух недель подряд. Это не включает встречи один на один, которые я проводил. Это не включает трехторонние звонки. Это было мое расписание. Каждый день. Групповые звонки. Четыре в день. Четыре встречи на дому в день. И я делал это каждый день. И что я сделал? Я показал им пример. И они пошли и стали делать то же самое. Вот почему мои результаты там, где они есть. Мой первый день, если вы посчитаете, я экспонировал более 700 людей. Я сделал больше за свои первые 24 часа, чем некоторые люди делают за весь год. И это не потому, что я творю чудеса. Это потому, что это математика. Это просто. Вы можете сделать то же самое. Это не то, что... Окей, я разбогател быстро. Я сжал временные рамки. Я сжал временные рамки. Это работа. Труд. Вы делаете действия, и, дамы и господа, когда вы даете действия, неважно, какое у вас действие, узнайте у вашего ментора, узнайте у вашего тренера по продажам, что вам нужно делать. Вот что вам нужно делать. Вы загружаете себя работой. и не давайте никаких оправданий, почему вы не можете этого сделать. Оправдания не работают. Итак, я знаю, что я говорю очень страстно. Я воодушевлен, когда я говорю о своей мечте. Я говорю страстно и с чувством, когда я говорю о том, что работает и что происходит. Просто потому, что я такой, как я есть. Я не хочу извиняться за это. Но я не хочу так же, чтобы некоторые из вас думали, что я кричу на вас. Я многих из вас здесь не знаю. Я не хочу, чтобы вы говорили, он кричит на меня. Эрик пригласил этого сумасшедшего дикого человека на сцену. Он плевался, кричал, он смотрел на меня, он тыкал на меня. Нет. Я кричу с любовью. Я люблю вас. Я хочу, чтобы вы сделали это, окей? Вот что я хочу, чтобы вы сделали. И я обещаю вам, ваша группа вас поддержит. Когда вы делаете действия, они будут следовать тому, что вы делаете. Они будут слушать, что вы говорите.